Добрый день, уважаемые зрители телеканала Медиан Форум. Программа «Мы с Михаилом Кацаном с удовольствием» представляет вам моего сегодняшнего гостя. Это Фархад Алиев, доктор политических наук, профессор университета АДА в Азербайджане, то бишь Дипломатической Академии. Правильно я понимаю? Да. Фархад, спасибо большое, что присоединился к работе студии Медиан Форум. Я также скажу, что ты в свое время был Фулбрайт-сколлор. То есть по Фулбрайту ты преподавал и стажировался на Штатах Америки. Это немаловажный элемент в нашем следующем с тобой диалоге. Поэтому я и говорю зрителям. Ну что ж, мы с тобой достаточно давно не говорили. За это время, безусловно, мир изменился. Очень часто эту фразу используют. И использовали два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Начали говорить о том, что мир погрузился в новую реальность и т.д. Но, как оказалось, коронавирус закончился, и реальность стала та же. И люди как-то и забыли, что еще пару месяцев назад все носили активно маски. Вернее, коронавирус есть, но коронавирус не изменил реальность уж точно. На мой взгляд. Но вот что изменило реальность, это, конечно, российская агрессия в Украине. Это, конечно, полномасштабная война, с которой российский агрессор, российский диктатор господин Путин пошел в Украину. Почему, на мой взгляд, это событие действительно континентального масштаба? Не только потому, что напали на мою страну, которую я очень люблю, а потому, что до февраля этого года принято было говорить, что в отличие от Югославии Советский Союз мирно распался. Потому что в Советском Союзе, в отличие от Югославии, все-таки были разграничены республики, было четко администировано территориальное отделение, в отличие от Югославии. И вот поэтому было принято говорить, что Советский Союз был как некий такой кокон, из которого вылупились республики, и более не менее цивилизованно произошел развод. Если, конечно, не считать локальных конфликтов, например, как между Арменией и Азербайджаном, о чем мы тоже поговорим. Но вот с этой полномасштабной агрессией России против Украины оказалось, что, по сути, нет, таки Советский Союз просто так не развалился. А вот мы сейчас ощущаем до сих пор вот эти вот repercussions, вот эти вот импульсы от уже сдохнувшего Советского Союза, которые до сих пор мешают нам жить, потому что фактически диктатор Путин в своей риторике апеллирует в том числе и к Советскому Союзу. Вот скажи, пожалуйста, вот этот конфликт в Украине, российская агрессия в Украине, вот как ты его воспринимаешь из Азербайджана? Ну что ж, я еще раз приветствую тебя. Михаил, очень рад тебя видеть, еще раз повторюсь. Да, мы действительно давно не виделись, не общались. Слава Богу, я тебя вижу, у тебя все хорошо, относительно. Это уже немаловажно в наше время. Да, ты прав, конечно, мир очень резко, очень сильно изменился. И причем коронавирус, конечно, тоже изменил наш мир. То есть это была, видимо, первая стадия глобальных перемен и трансформаций. А сейчас мы наблюдаем более радикальную, более такую вот какую-то кардинальную смену, возможно, даже целых эпох глобальной какой-то политической, социальной, культурной, цивилизационной в целом эпохи. Потому что действительно, ну это очевидно сейчас для всех, то есть я как бы сейчас буду говорить банальные вещи. Ну мир действительно, вот уже назад, а возврата никакого нет, это однозначно. Что будет дальше, трудно сказать, потому что это неизвестно никому. То есть даже если мы с тобой были футуристы там или какие-то, не знаю, прогнозисты или пророки, это, конечно, сложно сейчас что-то предсказать. Но одно ясно всем, по крайней мере думающим людям, что как раньше уже не будет, это понятно. Что касается, вот ты тоже упомянул очень верно относительно вот этого Советского Союза и вот этот, как нам казалось, относительно как бы спокойного развода всех этих республик. Мне кажется, что там не все так просто было. Советский Союз как бы, да, юридически-то он распался очень давно, но поскольку географически, понимаешь, вот порой сейчас как-то это считается признаком, ну не то чтобы признаком дурного тона, но как-то не принято говорить так всерьез о географическом детерминизме. Но, к сожалению, я вот, по крайней мере, то, что я наблюдаю, вот этот географический детерминизм, он все-таки в какой-то степени явно, ну его нельзя сбрасывать со счетов. И вот все, что находилось, все, кто находился и до сих пор находится вот в этом географическом пространстве, я имею в виду сухопутную Евразию, мы как бы, да, юридически распался СССР очень давно, но он, понимаешь, вот Советский Союз жил в головах, он и до сих пор в мозгах у многих людей живет. В основном, конечно, это представители старого поколения, предыдущего поколения, ну у некоторых я даже вижу сейчас молодые тоже, честно говоря, некоторые выглядят такими, якобы, ну, просоветски настроенными, хотя они там не жили, ничего не знают об этом, просто благодаря современной нынешней российской пропаганде, ну как нынешней, буквально, ну, лет, ну, последние, дай бог памяти, лет 10-15 благодаря вот путинской активности в этой сфере промывка мозгов, ну, во-первых, в самой России это однозначно, и в постсоветских странах она более или менее тоже, это влияет, потому что сейчас в интернетах все сидят и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, Советский Союз, к сожалению, все еще не умер в мозгах у очень многих людей, и вот мы сейчас пожинаем плоды всего этого, но он умирает. Вот сейчас как раз-таки мы наблюдаем, возможно, начало конца, то есть никто не знает, когда этот конец наступит, но, по-моему, очевидно, что конец, начинается вот этот конец уже, то есть это мы как бы сейчас наблюдаем именно начало конца. Хотелось бы, чтобы это было поскорее и с минимальными жертвами, но, к сожалению, вот мы видим, что происходит. Это трагедия, это кошмар, это агрессия, это, ну, я даже не знаю, то есть здесь, честно говоря, даже ни одного приличного слова на ум не приходит. Да, и вот все вот это, видимо, таким образом, вот он умирает сейчас, и, к сожалению, это все ценой жизни украинцев, детей, женщин, стариков, солдат, которые сейчас там героически обороняются. Вот это так. Что касается твоего вопроса, вот как это видится вот отсюда, из Азербайджана или, скажем, с Кавказа, ну, это видится так же, Михаил, так же видится, как и со всей, из любой другой точки мира, поскольку люди, слава богу, мы сейчас имеем доступ к разным источникам информации, и мы можем сравнивать. И, естественно, очевидно. То есть для, скажем так, я, конечно, вот в последний, скажем так, месяц, пока идет война в Украине, не проводил соцопросов, и как-то непосредственно такой статистики по Азербайджану нету, но я с высокой долей вероятности могу утверждать, что, наверное, 90% Азербайджана и, в целом, Кавказа, они понимают, что происходит, то есть понимают, что война идет в Украине, что Россия напала на Украину, что это никакая не спецоперация, что все эти рассказы, которые периодически афишируют вот эта российская пропаганда и через Белоруссию, и через российские эти источники о том, что Россия вынуждена была нанести какой-то там превентивный удар для того, чтобы предотвратить там размещение каких-то баз НАТО в Украине, Украина собиралась наступательные операции проводить на Донбассе и прочее. В общем, понятно, это вообще глупости, и я опять же говорю, большинство людей это понимают. Ну, не все, конечно, я не могу опять же за всех тоже говорить, но как минимум все думающее население это все прекрасно понимает. И я имею в виду у нас в стране, и в принципе, насколько я вот общаюсь с друзьями, коллегами, знакомыми из других стран, даже не только Кавказа, а просто из постсоветских стран. То есть это все понимают, и в Казахстане, да и в России само есть люди, которые это тоже понимают. Поэтому здесь, честно говоря, даже сказать нечего, поскольку это очевидно. Ну, 2 плюс 2 всегда 4. Там 5 или 6 это никак не получается в этой ситуации. Поэтому, да, все прекрасно понимают, что Россия напала на Украину. То есть произошло нападение одного субъекта международного права на другой субъект международного права. Полное нарушение всевозможных норм международного права и прочее, прочее. То есть вот так вот. Фархан, скажи, пожалуйста. Вот какова сейчас позиция государственных СМИ в Азербайджане? Как они освещают военную агрессию диктатора Путина в Украине? Какие точки зрения вообще звучат? То есть мы понимаем, что есть общественное мнение, которое наверняка формируется не только благодаря телевидению, но и благодаря общению, которое, конечно, близко между гражданами Азербайджана и гражданами Украины. Но есть и некая позиция государства, которая транслируется с помощью государственного телевидения. И в общем и целом через государственное телевидение и через тональность государственного телевидения обе стороны, и украинская сторона, и российская сторона, понимают позицию Азербайджана. Так вот, скажи, пожалуйста, государственное телевидение Азербайджана какую сторону занимает в данном случае? Рассказывает ли государственное телевидение Азербайджана о тех ужасах, которые творит российская оккупационная армия в Украине? Давай так, Михаил. Честно говоря, не я сам, не мои близкие, знакомые или коллеги так особо. Мы телевидением, мы сейчас в основном всю информацию черпаем из интернета, поскольку в интернете выбора больше, и мы имеем возможность сравнивать. Телевидение всегда очень однобоко преподносит информацию, к сожалению. В принципе, это касается, наверное, любой постсоветской страны. Однобоко, чей в данном случае чувство берет? Понимаешь как? Я сейчас тебе скажу. То есть, не то чтобы однобоко, то есть, это есть официальная позиция, естественно. Но официальная позиция ясна. То есть, у нас проходили и митинги около украинского посольства в Азербайджане, люди поддерживают, до сих пор постоянно проводят кампании по сбору помощи, медикаменты. Государство само официально отправляет тонны груза в Украину. То есть, официально это все известно. Эти данные, они в интернете, это и на сайтах президента, еще каких-то государственных источников официально это тоже афишируют. То есть, это все известно. Позиция Азербайджана, естественно, ясна, поскольку мы руководствуемся международным правом. У нас у самих была проблема с Карабахом, сепаратизмом и прочее. Поэтому здесь никаких, скажем так, брожений нет. Есть, конечно, как и в любом обществе, какая-то маргинальная группа лиц, которые, ну и опять же, эти лица, я их, не то что их встречаю, я просто, когда что-то читаю, отслеживаю в интернете, я замечаю, что периодически появляются какие-то такие вот ремарки или публикации вот таких маргиналов. Но их очень мало, честно говоря. Даже, честно, порой даже смешно их читать. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно. Которые там пытаются как-то оправдывать Россию и так далее. Ну и опять же говорю, это очень-очень небольшая группа людей, и в принципе, они никакого влияния на, скажем так, общественное мнение не имеют. А подавляющее большинство общества страны и государственные структуры, они, естественно, ну государственные структуры, они в силу своих, в силу своего положения, статуса обязаны более аккуратно и взвешенно подходить ко всему и более как бы аккуратно давать ту или иную информацию. Но в то же время они подчеркиваются, это все очень дипломатично, но подчеркивается, что да, вот происходит то, что не должно происходить. И плюс постоянно оказываемая помощь братской Украине, это тоже как бы немаловажный фактор, поскольку, ну скажем так, действия тут говорят даже больше, чем слова. Поэтому здесь, собственно, даже особо комментировать нечего. Так что я могу сказать, что да, то есть вот с учетом того, что я сам вижу и наблюдаю, мне кажется, честно говоря, Михаилович, кроме самой России, по-моему, во всем мире, большинство думающего населения этой планеты, те, которые хотя бы склонны к критическому мышлению и понимают, что информацию желательно сравнивать из разных источников, они прекрасно понимают, что происходит. То есть нельзя называть там спецоперацию, войну спецопераций, я не знаю, и заигрывать вот со всеми сепаратистскими этими режимами, вот с ДНР, эти ЛНР и вся вот эта вот чепуха. Да, так называемая ЛНР-ДНР, попросту говоря, бандитские псевдообразования, которые необходимо называть, ну, мне, как гражданину Украину, отдельный район Луганской Донецкой области, потому что так называемый ЛНР-ДНР – это маринеточные бандитские группировки, которые кукловодятся лично диктатором Путина. Так вот, Фархад, конечно, в этой ситуации Украина очень зависит от позиции Запада, мы очень ждем помощи, не только моральную, не только материальную, не только санкционную против России, но и серьезную военно-техническую помощь. И очевидно, что Запад, он не однороден, и есть разные мнения на Западе. Об этом, кстати, говорил Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, в своем интервью «Экономист», что есть разные позиции на Западе, и в том числе позиция, ну, условно, «business as usual», даже несмотря на то, что люди гибнут от рук российских агрессоров. Вот скажи, пожалуйста, почему Запад… Ладно, НАТО не хочет посылать воинский, военный контингент и как бы защищать Украину. Могу понять, но почему нам не поставляют ни самолетов, ни танков необходимо наступать на их вооружение с тем, чтобы могли освобождать наши территории? Почему Запад, он так долго тянет с необходимыми поставками, о чем постоянно говорит наш президент? Ну, то, что касается Запада, там, на мой взгляд, это моя субъективная позиция. У меня лично есть, скажем так, несколько моих личных субъективных версий относительно этого. Ну, одна из них, как мне кажется, то, что после распада Советского Союза, победы в холодной войне, очень существенного роста благосостояния в западных обществах, который наблюдался, в принципе, еще после Второй мировой войны, но после окончания Холодной мировой войны это стало всем очевидным, что рост еще более усилился. Эти люди привыкли жить комфортно, с удобством и так далее. То, что было, в принципе, то, что до сих пор немыслимо для большинства населения постсоветских стран, это для среднестатистического жителя Западной Европы, это норма. И, опять же, это мое субъективное мнение, с учетом того, что я сам видел, когда бывал на Западе, и с учетом того, что я читал, слышал и знаю, это одна из возможных причин, потому что эти люди не хотят очень сильно рисковать, потому что любое, скажем так, открытое противостояние с Россией сегодня, возможно, для них чревато будет серьезными последствиями. Не потому что они боятся проиграть, если это можно так сказать, у Путина. Естественно, я сомневаюсь, что с учетом того, что мы сейчас наблюдаем в Украине, состояние российской армии, то есть я, конечно, не военный эксперт, но даже я, наблюдая и читая военных экспертов, понимаю, что это просто катастрофа какая-то там у них происходит с армией. Поэтому для НАТО это явно не соперник. И единственный аргумент России, естественно, до сих пор – это ядерная дубинка, которой у них есть, собственно говоря, больше ничего и нет. Вот одна версия, то, что западные общества просто очень привыкли к комфорту и не хотят очень сильно рисковать. Вторая моя версия заключается в том, что, возможно, это тоже, кстати, одна из, вот эта вторая версия, производная из первой, потому что ввиду вот этого всего комфорта, вот этих всех удобств, которые последние, ну, скажем так, полвека фактически, да, где-то так, да, вот до 90-го и потом уже после окончания Холодной войны, то есть Запад перестал производить в своих недрах каких-то ярких личностей, лидеров, ну, наподобие, я не знаю, Черчилля, там, Рузвельта, я не знаю, Деголя, там, еще кого-то, то есть тех людей, которые могли понимать, могли более стратегически, возможно, мыслить и принимать более взвешенные решения, иногда даже более радикальные, когда нужно было. Возможно, это все очень взаимосвязано, потому что, ну, вот представь, что семья живет в таком тотальном комфорте. Естественно, что каждое следующее поколение этой семьи, оно будет более изнеженным, более привыкшим к комфорту, более нежелающим рисковать чем-то и так далее и тому подобное. Вот у меня вот эти две версии, я склоняюсь вот к этой позиции. И, опять же, эта изнеженность Запада еще, естественно, основной аргумент – это вот эта ядерная угроза Путина, поскольку многие люди сейчас сомневаются на Западе в его, как бы, адекватности, и поэтому многие допускают, что, возможно, этот человек рискнет применить хотя бы тактическое ядерное оружие или химическое ядерное, или химическое оружие, или тактическое ядерное оружие. То есть, я не знаю, но насколько я понимаю, там в Российской Федерации, согласно их процедуре, там, по-моему, семь человек отвечают за процесс принятия решения и запуска всех этих необходимых процедур при запуске ядерных носителей. То есть, там нельзя сказать, что Путин проснулся утром, решил нажать, и все. Так не бывает. И, опять же, остается надежда, что, скорее всего, в этой цепочке принимающих решения в России самой, если, не дай бог, дело дойдет до этого, найдется хотя бы один здравомыслящий человек, который как-то либо путем, я не знаю, дворцового переворота, либо каким-то другим образом просто прервет этот процесс выполнения этого решения, поскольку, ну, это понятно, это же идиотизм полнейший. Это катастрофа всей планеты. И многие россияне, мне кажется, они, правда, я так понимаю, вот из того, что я вот вижу по российскому телевидению, я понимаю, что не вся Россия так думает, но, к сожалению, насколько вот покажут эти опросы, где-то около 2-3 населения вроде поддерживают то, что сейчас происходит, война в Украине, они, в принципе, Путина поддерживают в этом отношении. И, видимо, они испытывают какую-то гордость, что ли, за свою страну, вот в кавычках такая гордость, если можно так назвать, что вот мы сейчас там бабахнем этой ядерной бомбой, и там весь мир взлетит, и поэтому нас боятся, и никто с нами связываться не хочет. Но там дело в другом. Они, видимо, то ли по глупости, то ли по недалекости не понимают, что в ответ тоже будут наноситься удары, и все те, кто сейчас вот так вот орет там с экранов и так далее, то есть в этот ядерный пепел превратятся все, ну, или, по крайней мере, часть планеты точно. И Россия точно будет превращаться частично хотя бы в ядерный пепел в случае нанесения ею первого вот этого ядерного удара. Поэтому все вот эти вот уропатриотические вот завывания, которые имеют место в среде российского вот истеблишмента, представители ихних СМИ там и так далее, ну, честно говоря, их даже слушать невозможно, это надо железные нервы иметь, чтобы постоянно осыграть. Но я так, скажем так, ввиду профессионального интереса вынужден слушать периодически. Ну, и то даже у меня не хватает терпения. Я предпочитаю читать обзоры от тех людей, кто слушает это все, потому что это откровенная помойка. То есть там это... Я просто не понимаю, что это такое, в общем, если честно. Да, поэтому вот эти две причины. Изнеженность и отсутствие ярких лидеров. Ярких не в том смысле. В каком смысле ярких? Лидеров, которые могут стратегически мыслить и понимать, что и как. Но с другой стороны, Михаил, я бы не хотел... Я не думаю, что Запад прямо совсем как бы отказался помогать, потому что вот даже те санкции, которые они уже приняли и планируют принять, это тоже достаточно эффективный, действенный инструмент. То есть от Запада в его нынешнем состоянии это уже очень такой жесткий шаг, потому что, если честно, я не ожидал. То есть я даже считаю... Ну, а с другой стороны... Прости, Прохад, но я согласен с нашим президентом в том, что если бы Запад ввел санкции против российского агрессора до войны, возможно, войну можно было бы избежать. Понимаешь? И, кстати, об этом Владимир Зеленский, наш президент, говорит не только сейчас. Он говорил за месяц до войны. Я хорошо помню его интервью в «Вошингтон-Пост», где он обращался к Западу. Почему вы сейчас не ведете санкции? Почему вы ждете, пока Россия на нас нападет? Это действительно резонный вопрос. Может быть, если бы тогда были ограничены вот эти резервы Центрального банка, и Россия бы очнулась и поняла, что им потеряли 400 миллиардов долларов, может быть, это бы остановило Путина от ввязывания в эту историю, с которой сейчас Путин должен искать выход. И, естественно, он ее прекратить не может, потому что на кон поставлена его собственная и политическая личная судьба. Вот тот момент, когда ты сейчас прервал меня и озвучил эти мысли. Честно говоря, я собирался сказать то же самое. Более того, я считаю, что в 2014 году нужно было принять, если не все эти санкции, которые они приняли сейчас, то определенную их часть точно нужно было принимать, особенно по каким-то секторам, по заморозке активов Центробанка. И тогда в 2014 году, когда произошла оккупация Крыма, когда возникло все это Ордло и так далее и тому подобное, вот тогда нужно было, да, и мне кажется, что да. То есть я вот в этой ситуации, то есть вот в данном контексте я полностью согласен с тобой и с господином Зеленским относительно того, что да, это, конечно, факт. То есть снимать вину с Запада я тоже не могу. То есть никто не может это сейчас сказать. То есть надо быть откровенными, да, надо понимать это действительно. Я понимаю, там объяснения разные есть. Там бизнес as usual, я не знаю, там очень серьезные завязки с Газпромом, там коррупционные схемы, там русские олигархи, там это все такое, отмывка денег, пятое-десятое. Но по факту, видимо, произошла вот как-то, если вот во времена Холодной войны Запад хотя бы в какой-то степени руководствовался какими-то идеями, после окончания Холодной войны, мне кажется, вот эта вот идеологичность, что ли, идейность Запада, она очень сильно иссякла, поэтому единственной идеей стал вот именно бизнес as usual. То есть если раньше они считали себя форпостом либеральных каких-то ценностей, идей и прочего, и прочего, то сейчас, к сожалению, они, да, хорошие бизнесмены. Но вот такой вот бизнес as usual подход, к сожалению, привел к тому, что сейчас происходит. То есть это драма, это трагедия, это кошмар, потому что целая страна, Украина, в настоящий момент находится в состоянии войны, вот с агрессором. То есть это необъявленная война, то есть это абсолютно ничем не оправданная агрессия. То есть ничего не происходило в Украине такого, что могло бы спровоцировать Россию на вот подобные вещи, на войну, просто на войну. А в 2014 году это можно было... Ну, то есть, понимаешь, понятно, что это все история не терпит сослагательного наклонения, если бы, да кабы. Но факт остается фактом. Если бы действительно в 2014 году хотя бы часть нынешних санкций была принята Западом против России, я думаю, что и Путин, и многие в его окружении 20 раз бы подумали бы сейчас, прежде чем начинать все это. То есть фактически, да, то есть Запад в какой-то степени опосредованно тоже в этом виноват. Потому что вот его нерешительность, его вот этот чисто бизнес-подход, то есть нежелание руководствоваться какими-то идеями, не просто материальными интересами, но и какими-то идеями более высокого порядка, вот он тоже опосредованно привел к тому, вот этой политикой привел к тому, что Путин получил, грубо говоря, ну что-то вроде карт-бланш. То есть он понял, что можно, можно. То есть он забрал Крым, он устроил это ордло, и что? Ничего. По факту, ну какие-то там санкции они ввели персональные, ну это смешно. То есть тем более Россия – это огромная страна, экономический потенциал. Понятно, что они там не самые первые, скажем так, не в числе первых экономик мира, но на самообеспечении они какое-то время спокойно могли находиться. Плюс давай не забывать, что российский народ – это не американцы или европейцы. То есть если у американцев и европейцев запросы очень высокие достаточно в плане конфронтабельности, жизни и прочего, российские люди при всем уважении… У меня есть друзья в России тоже. То есть при всем уважении… Ну надо понимать, что большинство постсоветских стран, постсоветских обществ, они менее, скажем так, требовательны относительно благ, относительно комфорта и прочего. Поэтому то, что может испытать русский человек, там в течение 10 лет он может жить как-то, предположим, американец скорее всего или немец не захочет так жить и месяц, месяца два, например. Знаешь, есть замечательная поговорка, которая иллюстрирует позицию россиян. Никогда хорошо не жили, нечего и начинать. Вот это совершенно точно. Фархад, большое тебе спасибо за поддержку, которую ты выражаешь в Украине, за теплое отношение к Украине. Действительно очень важно для Украины, что наши братья из Азербайджана в большинстве своем, а я в этом более чем уверен, поддерживают Украину вот в этой войне с российским агрессором, с диктатором Путиным. А Путин уже точно диктатор, потому что одним из критериев диктатуры как раз является ситуация, когда лидер государства сходит с катушек. А Путин уже давно сошел со всех мыслимых, немыслимых катушек. И уже начинает появляться там идеология. Вот это вот самое страшное. И, конечно, этот режим превращается именно в такой фанатический режим. Не просто диктатура, как жесткое правление, а это просто становится государство фанатикой Российской Федерации, угрожающее не только Украине, но и всей Европе. Спасибо большое, Фархад Алиев, доктор политических наук в университет АДА, бипломатическая академия в Азербайджане, в Баку, был сегодня с нами на телеканале «Медианформ». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова